В связи с форт-мажорными обстоятельствами, объявленной пандемией и запретом выезда за границу, где мы с вами прожим провести отпуск? Конечно, на нашей любимой даче, в этом году приложив в нее больше усилий и сделав ее более красивой. Наш главный принцип не только привести для вас посадочный материал лучшего качества, но и правильно его сохранить, согласно рекомендациям производителя. И поэтому у нас есть холодильная система, в которой создана оптимальная температура плюс 5 градусов. Все растения хранятся здесь и выкладываются на витрины постепенно, по мере продаж. Начнем, например, с пионов. Как вы знаете, пионы – это любимый цветок наших дачников. Ассортимент пионов у нас огромный. Есть пионы молочно-цветковые, есть древовидные и, конечно, любимые нашими дачниками – это гибриды. Для себя я уже выбрала нескольких фаворитов, которые я хочу приобрести в этом году. Это, конечно, Мисс Америка, необычная расцветка молочно-цветковые пионы Мистер Эд. И, конечно, возьму свою коллекцию пионов обязательные Генри Бокстос. Это самый ранний пион. Он фаворит среди всех темных пионов, лидер очень многих выставок. Цветы у этого пиона очень крупные, огромные, до 20 сантиметров, и расположены на крепких стеблях. Давайте мы откроем этот пион и посмотрим, что же нам в дальнейшем делать с этим растением. Посмотрите, росток просто превосходный. Он давно уже просится на свет. И оставлять его в таком виде в пакете просто будет нецелесообразно. Работаем мы, конечно, в перчатках. Мои любимые розовые, перламутровые. Перчатки нитриловые, очень качественные, очень прочные. Я их называю перчатки для девочек. Отряхиваем немножко торф с корней и рассматриваем корни. Посмотрите, вот эти белые корни – это именно те молодые корни, через которых происходит питание растений. Они все очень крепкие, здоровые. Я не вижу никаких загноений, я не вижу никаких болезней. Просто прекрасный посадочный материал. Вот такие места среза вы можете немного обработать деленкой. Чтобы дезинфицировать место среза. Мы берем вот такой вот горшочек. На дно желательно насыпать керамзит, если он у вас есть. Если нет, можно и без него обойтись. Но тогда вы обязаны следить за поливом. Насыпаю свой любимый грунт – крепыш. Я считаю, что это самый лучший грунт. Он очень рыхлый, сбалансированный. Внутри горшка я сделала небольшое углубление. Ставлю туда наш росток. Расправила немножко эти белые молодые корни. И начинаю засыпать землей. Самое важное, чтобы в корнях не образовалось воздушных карманов. Потому что, когда молодые корни начинают расти и соприкасаются с этими воздушными карманами, они начинают загнивать. Поэтому всегда рекомендуют при посадке утрамбовывать землю вокруг саженца. Добавляем еще немного земли, чтобы хорошо закрыть все наши белые корни. Так, утрамбовали, чтобы не осталось воздушных карманов горшки. Теперь нам необходимо вокруг немного пролить. И вы можете его выставить на балкон, где он прекрасно будет ждать своей высадки в открытый грунт. Как только земля, как только погодные условия позволят высаживать, как только вы видите, что на даче уже с земли стали подниматься ваши растения, везете смело его на даче. Не бойтесь возвратных заморозков. В любом случае, вы можете его немножко премульчировать торфом или землей. И прекрасно потом он будет у вас расти и украшать ваш сад. У меня сегодня удачный день. Я купила шикарный пион. Прекрасный. До подорожания. Как вы все знаете, цены сейчас растут. Но это еще не все. Красоты очень много. И мы с вами едем дальше. Лилейник в этом году мы привезли очень много. Есть старые знакомые сорта, но очень любимые нашими дачниками. Те, которые показали свою неприхотливость. Очень пышное цветение, долгое цветение. Это такие, как Divas Choice, Pink Madonna, Tiger Blood. Но я сегодня хочу вам показать 4 новых сорта лилейников. Обратите внимание, это Grape Shirt Bed, Little Point, это Purisima Emperor. Это относится к группе лилейников Endurance. Необычная краска, гофрированный край, очень крупный цветок и повторное цветение. Посадочный материал у этих лилейников просто превосходный. Посмотрите, какое корневище огромное. Очень много белых питающих корней, о которых мы с вами говорили в пионах. Очень большие уже ростки. И вот это растение необходимо сейчас посадить. По такому же принципу, как мы с вами посадили пион. А теперь хочу обратить ваше внимание на новинки, которые мы привезли в астильбах. Астильба курчавая. Посмотрите, какое красивое название. И обратите внимание, листья. Все листочки у нее действительно как будто кудрявые или кучерявые. Такие немножко гофрированные. Если мы посмотрим на корневища астильбы, корни здоровые. И вот они, посмотрите, вот они у астильбы, маленькие закорючки. И это и есть ростки. Наша астильба тронулась в рост, но она еще совершенно маленькая. Сажать ее не обязательно. И сохранить я рекомендую ее вам в следующем виде. Мы берем вот такой вот крафт-пакетик. Туда высыпаем остатки, остатки торфа из пакета. Кладем туда аккуратно корневища. Закрываем. И помещаем. И помещаем вот в таком виде. Мы помещаем в холодильник. Можно даже в тот отсек, где у вас находятся овощи и фрукты. Это основные принципы сохранения вашего посадочного материала. Чего бы они ни касались. Либо корневища, либо луковиц. Если вы видите ростки большие, значит вы сажаете в горшочек. И ставите в помещение с более низкой температурой, чем в квартире. Если ростки маленькие, как у астильбы, значит просто убираем в крафт бумагу. Если ее нет, заворачиваем в газету, убираем в холодильник. Эти же правила касаются и луковиц лилии. Если вы приобрели лилии уже с большими ростками, вы их сажаете в кашпо. Если лилии еще ростки маленькие, убираете в холодильник. Кстати, в этом году мы для вас привезли лилии патио. Это низкорослые лилии. У них очень маленький рост, всего 25 сантиметров. Специально для тех, кто любит выращивать лилии в кашпо. Посмотрите, вот такие вот малышки. Но при маленьком своем росте они имеют огромный цветок. И, кстати, у многих у них есть аромат. А для любителей стандартных высоких лилии мы привезли в этом году новый лагибрид Алинеир. Хочу обратить ваше внимание вот на эту красивую, нежную, изящную кайму. Мне кажется, что смотрится очень круто. Клематисов у нас очень много. Мы выделили для них целый стенд. Здесь есть старый, хорошо известный, проверенный, полюбившийся сорта нашим цветоводам. А есть новинки, одну из которых хочу вам сегодня показать. Клематис под названием Веноза виолацеа. Посмотрите, какая у него необычная окраска. Кстати, этот клематис подходит как для гурманов, так и для новичков. И в интернете про него пишут, что он цветится по ночам. Очень часто цветоводы, выбирая клематис, как обычно, рассматривают его ростки. И начинают пугаться вот этим сухим веточкам. Не нужно этого бояться. Вот этой сухой веточки. Это веточка прошлого года. И вот посмотрите, вот отсюда из пазух идут совершенно новые, здоровые веточки. И через некоторое время все пазухи закроются новыми ростками. Продолжим тему новинок, только теперь среди роз. На фоне всех роз, чайно-гибридных, почвопокровных, плетистых, парковых, я хочу обратить ваше внимание на одну новинку у Флорибудды. Это роза четырех ветров, имеет густые, крупные, махровые цветы. Кстати, у нее пышно-обильное цветение, и у цветов нежный, приятный фруктовый аромат. Мужчины выбирают инструмент и правильно делают, потому что все инструменты сейчас будут дорожать в связи с повышением курса доллара. Я для себя выбрала вот такой вот мичуринский секатор. Он просто превосходный, прекрасен для женской руки, очень такая красочка симпатичненькая, вообще просто очень качественный секатор. И под конец не могу оставить вас без приятных сюрпризов. С 1 апреля во всех торговых центрах Чаполина грунт-крепыш, прессованный в брикетах в вакуумной упаковке, 25 литров будет стоить по очень красивой цене. Ходим мы по магазинам, выбор весь никто несет. Вы бывали в Чаполино? Как не бывали в Чаполино? Там есть абсолютно все. Чаполино!